В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Удобная альтернатива уколам на зальную вакцину от коронавируса ждут в Нижегородской области. Займись делом. Бизнес-игра для самозанятых прошла в Центре поддержки предпринимательства. Операции «Я». Гости Пушкинки провели анатомическое расследование. Далее расскажем обо всем подробно. Назальную вакцину от коронавируса ждут в Нижегородской области. Об этом сообщила заместитель главного санитарного врача региона Наталья Садыкова в ходе онлайн-конференции. Для этой вакцины не надо делать инъекцию. Также она рассказала о ситуации с ковидом и вспышках других вирусных инфекций. В Нижегородской области отмечается рост заболеваемости всеми инфекциями. Речь про кишечный и про энтеровирусный, воздушно-капельный, в том числе коронавирус, и природный очагового характера. Связано это отчасти с уменьшением противоэпидемических мер, введенных во время пандемии. Вот сейчас, в этом году, уже голову поднимается лимонолезная инфекция. Напомню, что это бактериальная инфекция, которая чаще передается с пищевыми продуктами. Это могут быть и продукты переработки птицы, и молока, и мяса. То есть, это не обязательно. Куриные яйца в сыром виде есть для того, чтобы заболевать с лимонолезом. Пока не до конца ясен источник заражения, поскольку групповых случаев нет. Эпидемиологи ведут расследование. При этом специалисты обращают внимание, что тщательное соблюдение правил приготовления и хранения пищи поможет снизить риск заражения. Также растет заболеваемость энтеровирусными инфекциями. Это серьезное заболевание может привести к тяжелым последствиям. За истекшие полгода заболело 18 человек, за июль 23 человека. И сейчас мы видим уже в ежедневном режиме, что регистрация продолжает нарастать. То есть, динамика роста достаточно интенсивная. И это связано, во-первых, с активизацией фактора воды. То есть, было жаркое лето у нас, вот прошел июль, да, и достаточно было жаркие. Люди часто купались, и это часто бывает связано именно с купанием. Вспышка энтеровируса была в детском лагере «Солнечном», о котором много писали в региональных СМИ. Нулевым пациентом оказался ребенок, который вернулся с курорта и заболел уже на месте. Кроме того, Наталья Садыкова рассказала о ситуации с коронавирусом. Заболеваемость продолжает регистрироваться. Это повод быть на стороже. Рост начался в конце июля и связан с нарастанием обновленных штаммов омикрона. Сейчас у нас БА4, БА5, и их доля достигает уже 66% в общей доле циркулирующего омикрона. Того штамма, о котором сейчас СМИ часто говорят, в регион не поступало. Секвенирование проводится на базе научно-исследовательских институтов Роспотребнадзора. Тяжесть заболевания новые подвиды не усугубляют. Доля пневмонии не растет. За последнюю неделю она составила 6% от общего количества заболевших. Но меры профилактики все равно необходимы, особенно людям из групп риска. Наталья Садыкова рекомендовала носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию. Новые штаммы, несмотря на свою контагиозность, не распространяются дальше полутора метров. Роспотребнадзор следит за развитием заболеваемости и в зависимости от ситуации будет усиливать противоэпидемические меры. По прогнозам Натальи Садыковой, всплеск ковида завершится к концу сентября, если не будет новых штаммов. В Центре поддержки предпринимательства прошла бизнес-игра для самозанятых «Займись делом». По ее итогам определили трех победителей, которые получат поддержку в продвижении от Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Также в ЦПП провели тренинг для молодых предпринимателей. Подробности в нашем следующем репортаже. Теоретические знания об основах предпринимательства, ведении бухгалтерии, юридических особенностях налогообложения и принципах построения своего дела получили участники проекта «Займись делом» на консультациях и семинарах. Заявки подало 57 саровчан. В финальном этапе масштабного проекта «Бизнес-игре» решили попробовать свои силы только 10 человек. Интересно, необычно. Радует, что в городе начали такие конкурсы, гранты появляться. Но хотелось бы видеть их побольше, потому что люди приходят, а победители – единицы. Чтобы побольше было обучения, чтобы предприниматели верили, что они тоже могут выиграть. Под руководством эксперта участники разрабатывают концепции и стратегии развития своего дела, определяют целевую аудиторию, способы продвижения бизнеса, составляют бизнес-планы проектов, которые затем будут защищать перед конкурсной комиссией. Члены жюри будут оценивать актуальную степень проработки идеи и социально-экономическую значимость проекта для нашего города. По итогам игры будут определены три победителя, которые получат поддержку в продвижении от Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Победителям на выбор предоставят услуги по созданию и продвижению сайта, продвижению в соцсетях, таргетированной рекламе. Ещё одна мера поддержки, доступная саровчанам, – это грантовая помощь молодым предпринимателям. Этот проект реализуется в рамках проекта, называется он «Продвижение». Это наш региональный проект, где начинающие предприниматели могут зайти в качестве физлица в данный проект, пройти обучение на электронной платформе. Вторым этапом является как раз тренинг, на котором сегодня будут присутствовать начинающие предприниматели, молодые предприниматели. На тренинге участники могли освежить знания по основам предпринимательской деятельности, а главное – узнать все нюансы участия в грантовом конкурсе. А именно, как правильно заполнять заявку, предоставлять отчётность. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы такой грантовый конкурс проходит впервые. Его участники могут получить на развитие своего дела от 100 до 500 тысяч рублей. Я думаю, грантовая поддержка интересна всем, потому что в своё время гранты уже были, но они были ориентированы на начинающих предпринимателей, то есть до года. В этот раз именно для молодых, то есть поддерживаются молодые предприниматели, начинающие. Акцент делается именно на молодости, на какие-то новые инновационные идеи. И я думаю, что эта грантовая поддержка интересна вообще для всего региона, в том числе для вашего города Саран. В ближайшее время участники грантового конкурса предоставят на суд жюри свои бизнес-проекты. В Сарове работает горячая линия для родителей-школьников. На неё можно сообщить о случаях возникновения угрозы для жизни и здоровья детей на детских площадках, зонах отдыха и так далее. Звонки принимают по телефону 99 313. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Волонтёры городского приёмника для животных просят горожан о помощи. Животным, которые находятся под опекой волонтёров, необходимы корма, ветеринарные препараты, крупы и макароны, металлические миски и кастрюли. Резиновые игрушки для котят и щенков, древесный наполнитель. Пожертвования можно приносить в зоомагазин на первом этаже торгового центра Куба. Волонтёры их заберут и передадут по назначению. По всем вопросам можно обращаться в группу приёмника для животных «Зато верный друг» город Саров ВКонтакте. В тёплом доме пройдёт собрание для родителей будущих первоклассников. Прийти на встречу 25 августа могут все желающие папа и мама, чьи дети в этом году впервые идут в школу. Им расскажут о режиме дня первоклассника и психологической готовности детей к школе. В качестве спикеров специалисты тёплого дома и врач-педиатр. Начало в 17.30. Справки по телефону 98306. Ежик в тумане, колобок, домик на дереве, герои и элементы любимых детских мультфильмов появились на веранде детского сада номер 6. Её росписью занимался саровский художник Антон Климов. Подробности в нашем следующем репортаже. Месяц кропотливой работы – один из самых сложных и монотонных её этапов – зачистка старой краски, признаётся Антон Климов. Подготовкой веранды к росписи художник занимался по вечерам и после работы. Было непросто, однако сдаваться он не привык. Итог превзошёл все ожидания. Теперь на территории шестого детсада вместо старой облупившейся веранды появился яркий сказочный домик. Там где дерево, у них раньше висело, я надеюсь, обратно повесим, всё-таки там баскетбольное было кольцо. Я так подумал, ну будет прикольно, они кидают мячики, это как будто бы колобки там, за ними охотятся лиса. А дальше надо было как-то заполнять ещё пространство, там подумал, вспомнил про всяких ёжиков. Плюс у меня дочка любит мультик про муравьишку, вот там есть листик, он летит, от берёзы оторвался. Эскизы Антон Климов придумывал, вдохновляясь любимыми мультфильмами дочери, оставляя в финальной версии те, которые вызывали у неё максимум положительных эмоций. Эскиз работы полностью нарисован в графическом планшете. Вообще я сейчас осваиваю графический планшет, и как-то вот под это дело решил вот такой эскиз нарисовать в компьютере. Практически всё нарисовано в планшете. Он как-то опирался, конечно, на мультики какие-то, на какие-то изображения, но всё-таки сам перерисовывал. Здесь какого-то это не было, просто я, в принципе, нарисовал, что хотел на этой веранте. А так обычно что-то задают, какой-то коридор, с которым можно что-то подумать, попридумывать. Ранее Антон расписывал стену в описного холла роддома, а также трансформаторную будку на Некрасова. Неотъемлемый элемент любой его работы – вдохновение. С его помощью Антон Климов преображает городские пространства. На очередной встрече в рамках проекта «Библионии» в зале Пушкинки провели настоящее анатомическое расследование. Участники знакомились с особенностями работы органов чувств, мозга и закрепляли полученные знания в ходе игровых экспериментов. Зал Пушкинки на время превратился в настоящую исследовательскую лабораторию. В ней юные гости библиотеки примерили на себя образ ученых. С помощью ведущих они узнали много интересного о работе своего организма. Начали с органов чувств. С помощью несложных заданий ребята разбирали, как человек может улавливать запахи, видеть и слышать окружающий мир, чувствовать вкус продуктов. Мы поговорили очень подробно о том, что происходит в человеческом мозге, о его способностях. Поговорили о том, что наша человеческая память запоминает абсолютно все, что поступает в мозг. И очень важно эту память не засорять. Мы думаем, что для ребят эта информация очень важна. И когда говорят, что важно читать хорошие книги, смотреть добрые фильмы, это все не просто так, это действительно очень ценная рекомендация. Познакомились ребята и с определением нейронных связей. Узнали о том, что память можно тренировать. Одно из таких упражнений продемонстрировали в зале. Ребята должны были за 30 секунд запомнить все предметы на столе, а затем перечислить их. Рекорд 8 предметов из 15. Мне больше всего запомнилось то, что когда ты ночью страшные истории или страшилки смотришь, то потом тебе может присоединиться что-то страшное или ты что-то будешь уже бояться, к примеру, какого-то предмета или кого-то. Особенно ребят привлекла лабораторная работа под названием «Юлий Цезарь». У участников эксперимента была возможность доказать или опровергнуть тезис о том, что совмещать физический и умственный труд вполне возможно. Результатом анатомического расследования стал вывод о том, что простые повседневные действия, которые мы совершаем неосознанно – это работа целой системы суперкомпьютера под названием «Человек». Было видно, что им интересно. Было видно, что пришло живое обсуждение некоторых человеческих способностей. Потому что, конечно, многое мы знаем, но порой не анализируем, почему происходит именно так, а не иначе. Мы думаем, что сегодня мы как раз некоторые моменты и ребятам, и взрослым разъяснили. Закончилась встреча с сеансом медитации. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда урожая этого года вы найдете в Торговом центре «Галактика». С 13 по 14 августа там проходит медовая феерия. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Саровчан уже ждет мед нового урожая 2022 года. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные и вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ, температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акации гипоаллергенин. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойный и каштановый помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молоко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с железами и заложила уже в соты. И уже в соту она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для сыровчан доступна новая акция. Три килограмма свежего цветочного меда можно приобрести всего за одну тысячу рублей. Не пропустите, медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 13 по 14 августа с 10 до 18.00. Нет возможности прийти – доставим. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова